Аквамарин Сама играю в цирке в качестве вокалиста, актера. И, конечно, я люблю наш любимый Аквамарин. Я тут уже много раз. Раньше как бы я даже здесь, мы репетировали вместе даже с тобой в мюзикле. Поэтому это для меня родной дом. В том году я тоже была тут на премьере Астролябии и мне безумно понравилось. Думаю, сегодня будет так же круто. Я прихожу в цирк всегда с отличным настроением. Я жду от этого цирка что-то невероятное, что-то замечательное. И сейчас, я думаю, это мое ожидание оправдается прямо вот буквально через сколько-то времени. Я люблю животных. И из-за того, что у меня аллергия на котов, на собак, то в цирка прихожу посмотреть на них. Да, потому что как бы только там я могу на них спокойно посмотреть и не чихать. Хочу кошечек, собачек, морских котиков. А крокодилов? Хочу. И крокодилов хочешь? А будут сегодня кататься на льду? Конечно будут. А фонтаны будут поющие? Конечно будут. Значит, мы вместе с тобой получим огромное удовольствие. Ребята, обязательно приходите в Аквамарен, потому что этот цирк, который придуман для всей семьи. Для самых маленьких и для самых больших. Вы обязательно получите большое удовольствие. Ну и заодно слушайте, смотрите и читайте Мелан Рич. Почему? Потому что Мелан Рич – это хороший вкус. Ваш Владимир Борелев. И как ты думаешь, в чем заключается тайна музея снов? Ну мне кажется, всегда в музеях что-то необычное. Особенно восковые фигуры. Я всегда их боялся с самого детства. Ну не то, что боялся прям фобии, а то, что думал сейчас такие резко зернутся и посмотрят на меня, и прямо удушат меня. А в музее всегда царит история, царят духи, прошлое. Мне кажется, музей – это такая смесь таинственного, паранормального и исторического. С вами была я, Алина Шуманаева, и Мелан Рич – это цирк «Танцующих Монтаров». А Марина ждет вас. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!